Здравствуйте, друзья! У нас в студии дачный наш гость. Зовут гостя Лариса. Лариса, человек необычный на нашем канале профессии. Как вообще вас правильно? Профессионально так, как назвать? Финансовый советчик? Советник, financial advisor. Прям по-английски, будем, чтобы народ не смущать. Финансовый адвайзер. Люди, которые, вот эти financial advisor, они работают в каких-то больших компаниях или у них какой-то маленький бизнес, или вообще что это за форма найма? Бывает разное. Чаще всего ты работаешь в банке, ты работаешь как работодатель дает тебе работу, ты идешь туда с 9 до 5, ты работаешь на зарплату. Бывает, как я это делаю, я работаю на себя, то есть у меня свой график, свои клиенты, это мой бизнес. Ну не в банке? Не в банке, нет, я не работаю в банке. А что, вас в офис сняли? У меня свой офис, у меня своя корпорация, и у меня есть свои работники, и мы даем, да, мы даем советы клиентам. Хорошо, когда человек сидит в банке, я понимаю так, если ты сидишь в банке, то банк тебе дает с кем работать, платит тебе зарплату, но, видимо, небольшую, поскольку обычно деньги у того, кто клиента имеет. Вот если тебя берут на обработку клиента, то тебя там немножко отстегивают, а если клиент твой, то ты решаешь, кому сколько отстегивать или себе брать и так далее. Это понятная схема. Откуда берется клиент не в банке, а вот, допустим, у вас? Независимый. Мы называем их независимый финансовый советчик, да? То есть, почему мы независимы? Потому что мы независимы от того, какой продукт мы продаем, мы независимы от того банка, через который мы это продаем. То есть, в принципе, мы сегрегированы с, мы называем это, у нас меньше конфликт интересов. То есть, мы смотрим на клиента и пытаемся помочь ему с точки зрения, что для него работает лучше всего. Это конфликт очень распространенный для вот тех, кто работает на кого-то конкретно, потому что конкретная компания говорит, вот ты должен продавать наши финансовые продукты. Вот у нас эти аньюитис, вот у нас есть, может быть, какие-то mutual funds, да? И вот они наши, вот ты ими торгуешь. А вот с точки зрения конфликта интересов, ну хорошо, вот вы как бы брокер такой, можно сказать. Вы сами по себе, вы ни на кого не работаете. Но, если мы смотрим на человека, вот там, Сидорова. У Сидорова есть, ну или, скажем, неплохо иметь пенсионный план, какой-то траст, который там защитит от налогообложения или там от непонятных вещей, понятных вещей, которые могут возникнуть нежелательно. А вот как быть Сидоровым, который, например, надо бы ему домик, надо бы какую-то недвижимость, может быть, какую-то инвестиционную недвижимость. Вы же при этом не можете ему предложить какой-то продукт, которым он свои потребности покроет. Да. Кстати, очень хороший вопрос, потому что часто мои клиенты спрашивают, ты же не продаешь real estate, ты не продаешь дома, почему ты можешь говорить мне по поводу домов? Но на самом деле здесь большая разница, поскольку я не просто брокер. Что такое брокер? Это человек, который только смотрит на твои инвестиции и говорит, вот так ты должен инвестировать. Мой разрез, который я смотрю на клиента, финансовую ситуацию, довольно глубокий. Мы начинаем с, мы называем это со страховых, ну, как бы полисов, то есть где у тебя может быть пробел, если у тебя есть disability insurance, life insurance, где у тебя есть риски. Не на дом, не на машину. На дом, на машину тоже смотрим. То есть мы смотрим сначала твой, мы называем это foundation. То есть какой у тебя сильный foundation? Если ты начинаешь покупать дома, ты начинаешь заработать хорошие деньги, но у тебя нету хорошей, допустим, life insurance, у тебя четверо детей, и ты умер, то есть, скорее всего, тебе, твоей жены придется продавать все эти дома и то, что у них есть. То есть мы сначала смотрим foundation и начинаем строить, потом мы начинаем смотреть на его, мы называем это retirement plan, это пенсионный план планирования, потом мы смотрим на его инвестиции, на его налоги. И последний завершающий момент – это обучение на колледж, и последний – это estate planning. Estate planning – это как передать деньги следующему поколению, заплатив меньше всего налогов и не пойти в легальную систему, допустим, где очень много на это потратишь деньги. Когда ты проходишь через все эти системы, то возникают вопросы, парилось ли это все. То есть моя задача – дать клиенту ответы на все вопросы, вне зависимости от того, могу я ему предоставить или нет данный продукт. То есть фактически вы должны тогда иметь возможность зарабатывать не на комиссионных от продажи этого или того, а просто, например, брать с него там по времени. Так и происходит на самом деле. Я беру почасовую какую-то консультацию и консультирую клиента. Я был когда-то страховым брокером, но недолго, но так тоже. И там есть специальная лицензия, называется «Страховой консультант». Как-то она так называется, или там «Эдвайзер», я не знаю. Это нужно 5 лет проработать в страховании. Тогда можно получить вот это вот и брать деньги за совет. Да совет. А так ты должен получать деньги только в качестве комиссионных. Продажи, да. Либо от этой компании, которой ты агент, либо от вот тех компаний, большого количества компаний, для которых ты брокер. Абсолютно верно. Ну, хорошо. А вот примерно, можете привести пример, скажем, вот какие задачи решаются? Конечно, могу. Вот давайте вот что-нибудь. Просто ребята, которые нас смотрят, многие не живут в США, и им как-то вот они думают, а что это такое? За что люди деньги платят, чтобы им что-то упаковали? Да. Ну, один вариант, например, такой. Приходит человек, ему 60 лет. Он говорит, у меня есть такие активы, у меня есть такое сохранение. Но я не уверен в сбережении. Но я не уверен, достаточно ли этого мне, чтобы я дотянул до 92 лет. Вот такой у меня инвестиционный пакет. Я извиняюсь, а 92-то откуда? А это, как бы, с точки зрения планеров, наш longevity rate. То есть, ну, как... Ожидаемая продолжительность жизни. Для финансовых планеров, на данный момент, 92 года. Понял, понял. 10 лет назад это было 85 лет. То есть, это все увеличивается. Проблема теперь в том, что мы начинаем уходить на пенсию, или в основном люди уходят 65-67, у нас еще остается почти 30 лет. Решить, достаточно ли денег мы заработали, чтобы у нас мы никогда не были в бедности, скажем так. Но это, на самом деле, непростая задача. Потому что мы не знаем уровня инфляции, мы не знаем... Как будут инвестиции работать, мы не знаем таксовые, да? Налог... Мишка, насколько social security система будет в состоянии платить. Потому что я, например, получаю там каждый год нам что-то присылают, отчет. Сколько там я пенсии заработал. И там написано, что тех денег, которые там в бассейне есть, там труба впадает, да, с налогами, и труба выходит, да, с платежами народу. И сейчас мы, вроде, перешли уже ту точку, где вытекает больше водички, чем втекает. То есть, денежек. И пишут, что если ничего не изменится в системе законодательной, то где-то к 28-му году, то есть, реально, через 10 лет, водичка из бассейна уйдет. И ты будешь получать не больше, чем втекает в систему. И это будет примерно процентов 70 от того, что тебе начислили. Обещали, да. От того, что обещали, да. И как же теперь считать? Вот, то есть, что мы делаем? Называется Monty Carlo Analyze. Monty Carlo Analyze – это тысяча разных вариантов с инфляцией, social security. То есть, мы вкладываем компоненты и смотрим, какой у нас шанс успеха. Если у нас шанс успеха при всех этих вариациях 70% или выше, на основании того, что мы заложили, то мы говорим, что, скорее всего, у тебя 70% шанса, что ты никогда не рано от обмани. Как сказать? Деньги не кончатся. Деньги у тебя не кончатся. Это так, это в смысле статистический, это математический метод. Математический метод. Из мат-статистики? Да. Ну, это правда, да. То есть, если цифра это 80+, то это замечательная цифра. У нас зеленый свет. Если цифра у нас 60 и меньше, мы начинаем понимать, что надо какие-то сделать изменения. Или в твоей жизни, в твоих расходах или доходах, чтобы это поменять. И начинаем работать с клиентом. То есть, мы даем ему определенные рекомендации и помогаем ему также имплементировать. Когда человеку 60, это все-таки не 32. Когда у него впереди еще 35 лет работать, и он может много чем поварьировать. А что в 60 лет можно сделать? Значит, в 60 лет, скорее всего, если ты не был готов к счастливой пенсионной жизни, тебе или придется работать дольше, или тебе придется переехать в более дешевую, более эрию. То есть, у тебя варианты есть, но их не так много. Поскольку Америка большая, то, в принципе, ты можешь... А люди же едут во Флориду, они едут в Аризону. И люди едут даже в Коста-Рику, где можно дом купить за 100 тысяч, допустим. То есть, люди едут в разные места. Я только вот, знаете, что смущаюсь? Насколько в Мексику... Я в Мексику очень многие едут. Да. Но насколько там, скажем, уровень медицинского обеспечения хорош, и насколько мы можем пользоваться нашей медициной здесь, которую мы заработали, чтобы пользоваться ей там? Есть ограничения, но в Коста-Рике очень много медицинских докторов, которые могут практиковать М10, которые здесь имеют лицензию, они могут практиковать там. Эти врачи уезжают в Коста-Рику, и там как бы продолжают работать. Есть врачи. Есть медицина, там, кстати, очень неплохая. Конечно, там нужно знать язык, это другая страна. То есть, есть свои недостатки. Но что делают многие американцы? Они берут и на 5-10 лет уезжают в очень дешевую страну. И они вот эти деньги, которые они не докопили, они как бы замораживают. И когда они уже возвращаются им под 70 лет, у них уже этот пакет довольно большой. То есть, они себе сэкономили 10 лет. Или бы они должны были работать в Америке 10 лет, чтобы прийти к этой цифре, или они уезжают в дешевое место и возвращаются в 70 лет, начинают работать. Меня во всем этом смущает. Только то, что все-таки уехав куда-то на 10 лет, ты теряешь, ну, как бы такую вот непосредственную связь с родственниками, с друзьями. И ты должен быть какой-то уж очень одинокий, что ли, человек. То есть, я понял, что у них другая ментальность тут, и они совершенно спокойно разъезжаются. Да, они очень часто путешествуют, приезжают сюда 2-3 раза в год. У меня есть, кстати, русскоговорящие клиенты, очень хорошие ребята, у которых есть дом и в Европе, и на Украине, и в Карловых Варах. И они просто меняют место жительства в трех местах. А поскольку уровень жизни в Италии и сколько они потратят в всех трех местах, не такой высокий, они могут на социальное обеспечение американское очень неплохо жить. То есть, в Италии дешевле, чем тут? Дешевле. У них там есть какой-то дом. Когда едешь как турист и смотришь, сколько чашечка кофе стоит, думаешь, как же они живут на своей 3 копейке. Но зарплаты там невысокие, действительно. Да, то есть, зарплаты невысокие, поэтому, скорее всего, это будет дешевле, если это будет Калифорния. Давайте, может быть, знаете, что я спрошу? Каким образом люди приходят в эту профессию? Потому что есть профессии, и откуда народ рекрутируется, просто, ну, куда рекрутируется? С самых разных мест. Это не real estate, это страхование, это может быть, там, я не знаю, что еще. Но вот финансовые эти планы, они откуда берутся? Очень интересный вопрос. Ну, я, наверное, скажу, откуда я взялась, а откуда остальные, не очень я знаю. Разные, у каждого своя история. Ну, я работала главным бухгалтером в Одессе, и у меня есть образование с экономического университета, мастер по экономике. То есть мне всегда было это интересно и знакомо. С цифрами я люблю работать. Когда я приехала в Америку, бухгалтерия здесь очень автоматизированная. Это когда было? Это в 98-м году было. Бухгалтерия была очень автоматизированная, и мне показалось это неинтересно. И я решила попробовать поработать в банке. Мне была интересна их система, их инвестиционная политика. И я решила попробовать. Я извиняюсь, банк или инвестиционный банк? Инвестиционный банк. Например, я работала в Сити Групп, а в Сити Групп у них есть отдельный, как отдел, корпорация, называлась она на тот момент Сити Корп Инвестмент Сервисес. То есть я начала там работать, получила лицензия. Просто я хочу объяснить, что есть в США, когда говорят банк, это банк, там, где у человека есть расчетный счет, или там накопительный счет, вот такие базовые операции, можно одолжить денежки и так далее. А есть инвестиционные банки, которые вкладывают деньги куда-то. Это как бы немножко совсем другой оборот. То есть мы хотели бы инвестиционный банк. В инвестиционном банке. Я работала в инвестиционном банке. А говорят, трудно устроиться. Действительно было сложно устроиться. Скорее было сложно перейти. Я начала в обычном банке работать, но перейти с обычного в элитный, то есть инвестиционный считается элитным, было сложно. Единственный способ это сделать, это можно было делать продажи. Продажи у меня получались. Я быстро получила лицензию с первого раза, сдала экзамен, и они меня взяли. Продажи, то есть вы продавали финансовые продукты сити-групп людям, которые, может быть, даже и не знали, что хотят купить что-то. Я старалась продавать то, что на тот момент мне казалось было однонимым. Вообще одесситы так хорошо идут в этом бизнесе? Ни одного одессита я не встречала. В основном это американские мужчины. Белые – это white man show. То есть это белый мужчина американский, высокий, стройный голубоглазый в синих костюмах. И я, когда еду на конференцию, 80% финансовых планеров – это вот такой типаж людей. Но мне было интересно посмотреть, как можно оптимизировать ситуацию клиента. И банки мне сказали, что это нас не волнует, ты должна все равно продавать, как ты это умеешь делать, а все остальное – это не твоя забота. Я хотела быть консультантом, я хотела быть профессионалом, который увидит все это немножко с другой точки зрения. И в определенный момент мне все это надоело. Я сказала, что я ухожу независимо работать. Давайте, может быть, от себя кое-что добавлю. Дело в том, что мы все люди, нам интересно, и мы увлекаемся, и мы доверяем. То есть нормальный человек, он, в общем-то, а что не доверять? Все голубоглазые в синих костюмах. Как можно подумать? И дальше, получается, тебя индоктринируют в какую-то систему, ну, можно сказать, ценностей, в какую-то систему отсчета. Вот тебя индоктринируют в нее, и ты начинаешь вот этими категориями сам мыслить. И вот те люди, которые вас финансово разорят, не делали, многие, не делали этого специально. То есть многие делают специально, все понимают, но как бы просто такой образ жизни у них. Многие вас разорят, не понимая, что они делают, а искренне, как бы, верят, что, когда я был страховым агентом, значит, я с их точки зрения неправильно продавал life insurance. То есть я, надо закрыть дырочку, мы там понимаем, там термлайф какой-то, там молодые ребята, все. Они говорят, надо продавать вот те дорогие продукты, после которых ты останешься без штанов. И прислали к какому-то дядьку, который 20 лет вот этим занимался. И он, значит, должен был мне объяснить. А я достаточно глубоко вникал. И мне тогда уже тоже был полтинничек, у меня был, то есть я, почему же взрослый был человек. И он говорит, ну вот давай. И он начинает мне объяснять, я ему показываю, почему это не так. Он у меня опять начинает делать, я ему опять показываю, что не так. Опять он встал и ушел. Я не был негативным, я был рассудительным. Бывает, вот ты разговариваешь с человеком, ну, с ним отможно разговаривать. Он у меня аргумент, я ему аргумент. Мы так вежливо, интеллигентно беседовали. Вот он взял и ушел. Потому что я таки был прав. То есть вся их аргументация и вот это вот рассмотрение life insurance, страхование жизни, как инвестиций. В жизни ничего хуже не может быть, чем инвестиция через страховку. Абсолютно, потому что очень дорогой продукт, очень дорогой продукт. Потому что, ну, просто катастрофа какая-то. И вот они фактически играют на страхах. Да, на эмоциях. На эмоциях, на страхах, да. А что станет с твоей вдовой? Да, да. Кстати, к сожалению, и очень многие банки пользовались и пользуются до сих пор такими стратегиями. Мне они были тошнотворные. Я, кстати, в один момент решила, что если у меня не получится сделать бизнес правильно, как я хочу, я уйду назад в бухгалтерию. Но мне повезло. Все-таки вы ушли из этой системы и сказали, я теперь буду независимым консультантом. Лицензия нужна какая-то? Конечно. Те же самые лицензии, как и в банке. Плюс я получила дополнительную, которая называется сертифицированный финансовый планер. Мы называем их CFPs. Окей, Certified Financial Planner. То есть у них определенные этические стандарты. То есть мы каждый год подписываем Code of Essex, мы это называем. Код этики, да? Этический код. Этический код. Устав такой. Устав. То есть кроме этого мы должны сдать экзамен. Это 10-часовый экзамен. Два дня он происходит. Он очень похож на бар экзем. То есть мы только больше в финансовой сфере. Бар экзем сдают адвокаты. Да. А у нас это для финансистов. И мы после того... То есть я решила вложить в свою, ну скажу, энергию, чтобы получить такой сертификат, который показывает, что у меня есть уровень знания и желания работать с людьми на другом уровне. То есть я хотела это сделать немножко не так, как это делают в банке. Давно было дело? Да, это было... Я ушла в 2010 году. То есть вы уже 8 лет на своих хлебах? Да, на своих хлебах. Я считаю, что это было правильное решение. И самая главная причина в этом, это когда я вижу человека, и человек получает правильный совет, этот совет для него работает, для меня это самая главная заслуга. И очень просто. То есть ты с ним сидишь на одной стороне, мы называем это, стола. То есть тебе не надо все время придумывать какие-то истории. Ты ему говоришь так, как оно есть. А втюхивать ничего не надо? Втюхивать ничего не надо. Человек прекрасно понимает. Ведь люди на самом деле очень умные. Они приходят домой и говорят, подожди, мне что-то продали, я не понял, зачем и что. С пушей рядом. С пушей рядом. А когда они уходят на меня, они мне говорят, слушай, спасибо, жалко, что я тебя не встретил 10 лет назад, я бы гораздо имел больше денег. Потому что очень часто мы работаем на работе, у нас семьи, дети. И у многих людей нет интереса и времени заниматься своими финансами. Я выступаю как их как бы, ну как коуч, это как тренер, да? Да, тренер, да. То есть я могу, я их финансовый тренер. То есть вместо того, чтобы говорить им там на велосипед иди, как будет тренер твой там по физкультуре, я им говорю, тебе нужно положить столько денег, тогда у тебя будет A, B, C, D. Ты хочешь иметь дом, тогда давай начнем к этой цели стремиться. И мы начинаем инвестировать, мы начинаем определенные шаги предпринимать, чтобы добиться этой цели. Вообще кайф колоссальный, правда? Мне нравится. Драйв такой, да. Вот когда вы ушли на вольные хлеба 8 лет назад, значит урожайность хлебов как бы она растет? Ну конечно, но на самом деле главное, чтобы росло удовлетворение тем, чем ты занимаешься. Когда ты занимаешься любимым делом, то хлеба увеличиваются независимо. Это правда. Я на самом деле постоянно, ребята, они говорят, а вот этим заниматься или тем заниматься. Я говорю, тем, конечно, там где драйв у тебя. Абсолютно. Работа на самом деле очень непростая, работа с людьми. Я недавно переквалифицировалась, я помогаю женщинам, которые прошли через очень тяжелые испытания в семье. У них был абьюз, я не знаю, как это по... Ну да, там их могли бить, там или что-то. Причем многие из этих женщин в очень высоком финансовом у них, как сказать, расположении. Но поскольку их мужья занимались, занимают посты, никто не может даже поверить, что это может происходить в семье. Вот они в очень сложной ситуации, в депрессии. То есть моя задача, как бы сказать, empower them. Помочь им... Ну и дать им силу какую-то, да. Возможность им, ну, разорвать эти связи. Но это уже не финансовая, а с финансовой стороны, не в психологической. Не в психологической. То есть я занимаюсь... То есть мы занимаемся на самом деле этим бесплатно для этих женщин. Мы показываем им возможность... Волонтерская такая. Волонтерская, да. Показываем возможность им, как это сделать. Подготавливаем их к этому. Некоторые уже это сделали. То есть мы создаем что-то, даем людям какой-то шанс на лучшее. В финансовом смысле, надо сказать, что среди трех-четырех основных показателей того, из-за чего человек финансово в катастрофе находится, развод стоит на первом месте. Там еще и уровень образования сказывается, там еще кое-что. Но развод это смерть. И люди, которые хорошо зарабатывают, они боятся этого. Потому что, получается, допустим, тебе уже за 50, вот женщина, да, и ты всю жизнь пахала, и у тебя что-то такое вот вырисовывается. Ты никогда не работала. А не работала вообще отдельно. Но если вдруг развод, то рушится все. И рушится там, и рушится тут. И чудовищные деньги тратятся на процесс. И эмоциональную травму психологическую от нее и физическую вы получите от процесса. Это очень-очень сильный шок для многих людей. Я сама через это прошла, я знаю, как-то тяжело. В смысле, развод? Да. Развод очень тяжелый, эмоционально и морально. На самом деле, статистически, женщины после развода, 40% из них имеют худшее финансовое состояние, чем было у них до этого. То есть, когда женщина идет на такой шаг, она как бы себя уже финансово наказывает. Но есть другие причины, почему ты это делаешь. Правильно? То есть, мне очень нравится, когда я вижу, что я могу помочь этим женщинам восстановить свой уровень, стать более уверенным в себе, более счастливым и занять то положение, которое они заслуживают. Я просто так много видел всяких историй, где развод идет как война. И судебная система, законодательная система, скорее чем судебная, позволяет людям, которые хотят именно на ненависти построить что-то, есть такой хейт-кейс, это же вопрос не по сути, а вот по ненависти. Они годами трепляют друг другу нервы, и это расход, и через детей, и подделывают, и подтасовывают, и лжесвидетельствуют, и все, что угодно там идет. И, в общем, конечно, это очень грустно. А когда еще с финансами связано, когда один нищий, второй нищий, хорошо. Тогда нечего делить. К сожалению, система легальная американская, именно в разводе, она стимулирует вот этот вот конфликт. То есть если конфликта нет, очень легко поделить все деньги, но на этом никто ничего не заработает. Конфликт создает необходимость идти в суд, необходимость постоянно платить эти судебные издержки. И юристы как бы не пытаются мирным путем это сделать. Они проводят людей через вот эту систему, через мясорубку. Но если вот многие, которые, женщины, ко мне приходят, я рассказываю им, что не обязательно должно быть именно так. То есть есть другие способы, возможности обсуждать эти же финансовые вопросы со своим там бывшим мужем. А вот такой вопрос я хочу сказать. То есть я понимаю, что мир сложнее, чем там вот та схема, которую я сейчас нарисую, но все-таки. Значит, суд это не то место, где торжествует справедливость. В суде торжествует закон. Закон говорит, при разводе делим вот так, 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 так делим. Больше того, есть практика судов. У нас прецедентное право. И когда мы смотрим вот на эту женщину и этого мужчину, и на их конкретные вот assets, как бы активы, да, мы на них смотрим, казалось бы, мы должны были бы быть в состоянии математически точно, то есть до цента, все поделить. Откуда берется вот это все, вот это все, откуда берется. Очень часто это связано с тем, что кто-то пытается спрятать активы. Каким-то образом их потратить или куда-то их положить, чтобы вторая часть не получила их процент. Второй вариант, это когда часто очень в суде возникает вопрос, что эти активы были заработаны до женитьбы. Это существенно? Это очень существенно. Почти в каждом разводе существуют деньги, которые пришли в семью или как подарок от родителей, или как подарок от кого-то. Эти деньги вообще-то считаются те, которыми ты никогда не делишься. То есть они должны отдельно отчитываться. То есть, минутку, значит, не то, что, вот скажем, мы прожили 20 лет, а то, что мне когда-то папа там подарил, оно все равно мое, не смотрю, не амнистируется. Абсолютно верно. Но ты должен эти деньги держать в отдельном активе, по идее, чтобы доказать, что эти деньги твои. А кто держит эти счета? И начинается вот клока между мужем. Какая это цифра? Была ли эта цифра? Может, не была совсем. А мы на эти деньги купили дом. А нет, мы не купили, мы их потратили там, не знаю, на Гавайи. Ну, в общем, чаще всего вопрос встает в том, что одна сторона не верит другой стороне. И из-за этого доверия нет. И тогда все перепроверяется, перепроверяется. То есть, в принципе, если даже удается какой-то стороне правдами-неправдами что-то отсудить, может оказаться, что в 10 раз дороже обошлось это отсудить. Абсолютно. Я видела это ковры персидские, которые стоили 20 тысяч ковер, а они в суде потратили 40, чтобы его отсудить. Из-за ковра. Из-за ковра. Персидский хороший, конечно, ковер. А почему, например, вот скажем, мужчина, да? Не скажет, да забери ты его на это. Из-за чего? Зачем тебе? Нет, было так. Про ковер я скажу настоящая ситуация на самом деле. Значит, этот ковер ушел к мужу в его дом. И к нему пришла вторая женщина или что-то, и они уже живут в этом доме с этим ковром. Жена решила, что ковер это ее, и она будет его осуждать. Уже задним числом. Ну, как бы позже, чем ковер ушел на его сторону. Но они как бы еще не решили по поводу ковра. Она была персидская сама. Она хотела этот ковер. Это был какой-то ковер, который был когда-то подарен. И теперь она говорит, я хочу этот ковер забрать. Но нам пойти в тот дом не может. Она должна это все делать через суд. А суд говорит, подождите, вы же все разделили. Почему мы на заднем число. И вот такая идет. То есть, какие-то глупые вещи. Отсудила ковер? Не отсудила, по-моему. Я не помню. Я искала, что это такая глупость. А почему мужик ей просто не отдал его, чтобы забыть все? А он просто на зло не отвечает на ее требования. Он просто не отвечает на ее требования. Не то, что он хочет этот ковер. Он не хочет ковер. На зло платит. На зло платит, да. Понятно. Там очень, кстати, в разводах очень часто нет common sense. Нет здравого смысла. Там очень часто все идет на эмоциях. На чем зарабатывает очень много легальная система. То есть, это адвокат. Да. Не суды. Не суды, адвокат. И моя задача просто объяснить человеку, что подожди, но это же не имеет смысла. О чем ты вообще? Зачем тебе это? Надо смотреть в корень. Ты хочешь иметь активы или ты хочешь иметь нервную систему? А вот эта система, я честно говоря, не помню, как это по-русски называется, тоже вот здесь называется медиатор. Это человек, который помогает сторонам прийти к решению. И это решение имеет силу судебного. То есть, вместо того, чтобы идти в суд. Мировой судебный. Да, да, мировой. Мировой. И вот этот самый человек, здесь есть такое? Есть. Очень, кстати, популярная вещь недавно. Недорогая, да? Немножко меньше, чем это, скажем, будет суд. Но я вижу в этом небольшой недостаток. Если вы можете договориться без медиатора, зачем оплатить 5-10 тысяч, чтобы нанять медиатора, он будет делать ту же самую работу, которую ты можешь сделать сам. А если вы договориться не можете все равно, то медиатор, скорее всего, не поможет, тебе все равно придется идти в суд. Поэтому я понимаю, что медиаторы очень могут быть полезны, только если они как бы facilitate the process of moving forward. Ну да, то есть они, скажем так, они знают законы. Да, и они как бы помогают тебе продвигать твой... Они могут сказать, они в принципе так рассуждают. Они говорят, допустим, что мы оказались в суде. Вот с этим вопросом мы оказались в суде. Вот где примерно суд проведет линию? Они говорят, ну вот тут. Мы говорят, ну хорошо, если суд, и ты говоришь, что суд проведет тут, значит мы принимаем и не идем для этого в суд. Но они уже могли договориться. То есть они, в принципе, могли бы договориться и сами, наверное, по этому поводу, да? И надо знать, что... Один адвокат тебе говорит, мы в суде отобьем тут, другой говорит, мы отобьем тут. У каждого своя правда. И он идет в суд, думая, что правда на его стороне. А дальше начинает платить, 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 платить. И, конечно, это все раскручивается. Хорошо, давайте мы так скажем. Вот человек, который в банке работает вот этим вот, financial advisor. В каком диапазоне зарабатывает такой человек? Просто, чтобы многие интересуются профессиями. Профессии, конечно. Ну, в зависимости, конечно, от банка, если это маленький банк или большой. В среднем базовая зарплата, наверное, варьирует между 50 и 80 тысячами. Я очень давно не смотрела на эти цифры. Это локально или это всюду? Наверное, это всюду. Но в Нью-Йорке это будет больше, потому что там дороже жизнь. Я не интересовалась этим вопросом 10 лет, поэтому эти цифры мои довольно старые. Человек на вольных хлебах. Если он, допустим, ну, относительно начинающий и так далее, вот с чего он примерно может начать там за первый год? Ноль. Реально ноль. Ну, очень мало. А может еще и потратиться на рекламу и не отбить. Да, реклама не только рекламу, а когда ты начинаешь свой офис, ты же берешь систему, на которой ты будешь работать, ты регистрируешься в свою лицензию, которая стоит денег. То есть первый год. Почему люди не идут быть независимыми советчиками так легко? Потому что когда тебе дают хороший офис, тебе дают банковских клиентов, у тебя уже все есть. Ты просто как машина в системе делаешь то, что ты делаешь. Когда ты идешь независимо, у тебя свой офис, свои решения, у тебя своя система. Ты за все принимаешь ответственность сам. И, безусловно, поначалу, я когда ушла из банка, у меня не было много клиентов. Очень-очень мало. И поначалу ты просто жернова крутишь только с надеждой, что когда-то у тебя это получится. Но если ты делаешь правильно для своих людей, то твои люди с тобой остаются, и ты постепенно набираешь обороты. С точки зрения реалистичности, вот, допустим, меня спрашивают, сколько получает тестировщик программного обеспечения? Да, да, да. Я говорю, ну, допустим, если он стремится, старается, туда-сюда, он может, скажем, через 3-4-5 лет получать 120-130 тысяч, например. Да, да, да. В вашем бизнесе, если он пошел на собственные хлеба и старается, и пашет, и как бы, ну, вот все, у него как бы есть, вот, что он, куда он может выйти, скажем, за 5, за 6, за 7 лет? Значит, очень цифры разные, но средний независимый финансовый советчик зарабатывает около 150 тысяч. Это чтобы уже домой забрать? Чтобы домой забрать. Но есть очень много тех, которые зарабатывают меньше, есть очень много тех, которые зарабатывают гораздо больше. У меня очень много есть моих знакомых, у которых общая цифра, это миллион долларов, миллион с половиной. То есть от клиентуры зависит? Да. То есть как он построил свой бизнес? У меня есть очень успешные, мои коллеги, с которыми я общаюсь, даже не в Калифорнии, у которых бизнес, они менеджируют 300 миллионов долларов. Ну, посчитаем. То есть у них... У них ревеню 2 миллиона. То есть они чужие деньги пристраивают? Да. Так получается? Да, да, да. И это уже серьезные деньги. Это надо на большие-большие суммы. Вся ответственность какая? Это очень ответственность большая. Но это команда людей, с которыми ты работаешь. У тебя есть свои случаи, которые торгуют акциями, у тебя свой администратор, у тебя уже целая команда. Но это реально, реально, если ты хочешь... с точки зрения лицензирования. Не требуется вот какого-то специального образования? Вот, скажем, там финансовый, там какой-нибудь, я не знаю, мастер из какого-то там, я не знаю, Ivy League, там университета. Они любят Ivy League. Часто, например, Wall Street берет на вот эти все investment banking, да, они берут всех, кого... С Нью-Йорк-юниверсити, с Харварда, со Стэнфорда. Они любят этих ребят, которые очень умные, которые будут двигать... Но туда уже попасть надо, к элите принадлежать. Безусловно. Это investment banking, это очень элитная организация. Туда очень сложно попасть, а еще сложнее сделать там карьеру. Но, если говорить, допустим, про мой случай, про других, надо иметь экономическое образование, чтобы быть, допустим, сертифицированным финансовым планером, надо иметь, как минимум, бакалавра образования. А, то есть положено. Да, да. То есть это не рилосты. Но если ты брокер в банке, то, в принципе, тебе кроме лицензии ничего не нужно. То есть уровень образования, требования к образованию снижаются очень сильно. Почему? Когда ты идешь в банк, там очень ограниченное количество информации, которую ты можешь получить. Ты же под контролем там. Ты прикрыт. Ты про налоги вообще не имеешь право говорить. Такой вопрос. Вот недавно меня спрашивали, я прямые эфиры иногда делаю, меня спрашивали, Миша, а вот если не IT, так, слушайте, это вам вопрос. Да. Если не IT, где люди могут зарабатывать 200 тысяч, там была такая вилка 200-400 тысяч. И я так понимаю, что речь не идет о бизнесе. Потому что бизнес, я им тоже говорю, что бывает, что ресторан там человек 50 тысяч зарабатывает, а бывает и 500. Да, я когда страховал, я коммерческим страхованием занимался. Конечно. Но вот если это не бизнес, вот есть люди, которые просто на работе получают там 200-400 тысяч. Конечно. А кто это? Кто это? Значит, это те ребята, которые закончили хорошие университеты. Допустим, закончили Нью-Йорк университет. Они пошли работать аналистами на Уолл-стрит. Да? Они начинают зарабатывать сразу 150 тысяч стартовая зарплата. Да, 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 да. Но они должны работать по, наверное, 40 часов в неделю, чтобы продвинуться. Через 5-6 лет они становятся менеджинг партнер. 40-то они и так уже работают? Не 40, а 80. 80, я имею в виду. Потом они становятся второй уровень, это сеньорный аналист, а потом они становятся партнерами или менеджинг партнер, менеджинг директор, а потом партнер. Ну, то есть, фактически они начинают получать долю от прибыли бизнеса. Да, и тогда их зарплата растет. У меня есть клиенты, которые, в общем-то, в этом бизнесе. Их зарплата была, когда они на второй уровень перешли 400 тысяч, а уже на третий они были директорами. Это уже под миллион. Ну, что там нам этот стак-маркет? Вот тут у нас. Да, да, да. Чего? Да, пожалуйста, в менлопарке вот эти есть ребята, которые... А, они же? Да, да, не только в Нью-Йорке. Хорошо. В менлопарке, в Лос-Алтасе, у них есть инвестиционные компании, которые вот эти аналисты вот таким образом... А в чем ценность молодого парня, который только что что-то закончил, платить ему 150 тысяч, при том, что он, собственно, должен несколько лет учиться? Это индустрия. Это индустрия, в которой определенные есть свои правила и сколько ты зарабатываешь, попадая в эту индустрию. Ну, это как бы так вот на кобыле ободранной не подъехать. Это надо как-то через там престижный университет и так далее. А если вот помимо биржевых каких-то дел, вот, ну, что-то такое, не IT там и не стокмаркет. А что? Какая еще другая профессия, да? Да. Вот где люди получают 200, 300, 400 тысяч. Ну, по-моему, наверное, хороший инженер в компании, как Facebook и Google, например, со мной работают люди, их супруги работают в этих компаниях, Google, Facebook. Инженер с хорошим образованием, с хорошим опытом, молодой, 40 с чем-то лет, они зарабатывают по 300 тысяч. Это правда, но там было условие не IT. А, это тоже IT? Это тоже, ну, конечно, это тоже IT. Хорошо, давайте так, может ли так, может ли, это как бы, ну, хорошо, доктор, может ли человек, работающий, там, скажем, в Google или, там, я не знаю, в Facebook и так далее, но не IT, а, допустим, в маркетинге, в... Конечно, может, HR. У меня есть клиентка, да, клиентка в HR, она зарабатывает под 400 тысяч. Я извиняюсь, а что она делает? А вот этого надо ее спросить, я ее ни разу не задавала вопрос. Серьезно, она HR, какой-то там, VP в HR, или там, какой-то HR, она HR. Нет, ну, то есть уровня там директоров, вице-президентов. Это директора, это необычная работа. Значит, они получают какую-то зарплату, они получают что-то в виде акций своих предприятий и так далее, и так далее. Ну, то есть, на самом деле, именно зарплата, 200, 300, 400 тысяч, это, на самом деле, сложно себе представить. Я знаю, например, детку одного, он работает project manager в очень-очень большой и всем нам известной компанией, которую мы не будем называть, компания такая по мобильным делам. Ну, вот, скажем, уровня Nokia, если вот, такого плана компания, но не Nokia. И он получает где-то 300, 350 тысяч в год. И когда я его спрашивал, неужели project manager может столько получать, он говорит, в нашей компании, говорит он, project manager столько получает, когда его решения носят, имеют финансовые последствия. То есть, если он чисто технический, project manager, там одни зарплаты, но если он принимает решения, которые финансово на чем-то сильно сказываются, то вот уровень... Зарплата увеличится, ответственность увеличится, зарплата тоже. Это уже strategies их называют, а не стратегии, которые вырабатывают, как повернуть компанию, чтобы заработать им деньги. Ну, это уже серьезный уровень профессионализма, я так понимаю. Хорошо. Давайте вот такой вопрос. Вот люди, которые хорошо зарабатывают. Ну, допустим, возьмем ваших клиентов, которые зарабатывают, я не знаю, миллионы больше на год. Да? Есть такие? Конечно. Вот. Вот эти люди. Они вообще счастливые. Ой, вы знаете, деньги вообще не зависят. Но, но, но... Действительно, вот на самом деле я изучала теорию денег и вообще, как деньги влияют на нас. Да. И вывод мой, и, наверное, многих других тоже, что есть определенная сумма, после которой увеличение твоего счастья, твоего уровня жизни уже не имеет значения. Эта цифра сейчас на данный момент в Америке, по-моему, стоит 120 тысяч, 130. Может быть, в Калифорнии это выше. После того, как ты начинаешь зарабатывать такую сумму, в принципе, твой уровень счастья не увеличивается. Почему? Ты уже удовлетворен, ты кушаешь хорошую еду, ты ездишь на хорошей машине, у тебя есть свой дом. И уже дополнительно ты, ну, как бы невозможно потратить эти деньги, ты просто начинаешь увеличивать свои капиталы. В трех машинах сразу не поедешь. Да. То есть ты начинаешь, ты уже не поедешь на Гавайи 10 раз, да? Ну, ты так же два раза ездишь. Ты просто начинаешь уже накапливать капиталы. Делают ли они тебя этим счастливым? Скорее всего, нет. Наоборот, это больше ответственности, больше работы. То есть я вижу люди, у которых есть 10 миллионов и люди, у которых есть 2 миллиона. Счастье, уровень, наверное, одинаковый, если у тех, у которых 10 не меньше. А у которых 100 тысяч, допустим, 2 миллиона, они отличаются? У которых 100 тысяч, да, потому что, когда ты все время, ну, как сказать, с зарплаты на зарплату и тебе все время тяжело, ты все время борешься. Стресс какой-то. Да, ты все время борешься, что тебе не хватит, тебе не хватает ни на это, ни на то. То, конечно, это счастьем не назовешь, но как только ты выходишь на определенный уровень, там уже совсем другие категории работают. Но счастье очень... Часто спрашивают, вот допустим, если я приехал вот в Кремниевую долину, мы немножко в стороне сейчас, вот там час езды, ну, я знаю, Фримонд. Да. Вот приехал я, поселился, и хватит ли мне на жизнь нормально, там вот, хватит ли мне 100 тысяч, там, если у меня жена и ребенок? В Силиконовой долине 100 тысяч, жена и ребенок, но если ребенок не идет в частную школу, если жена не хочет ездить на дорогой машине, и у вас нет, вы просто варендуете? Да. Вы варенду, например, дом снимаете, да? То в принципе, это довольно, ну, 100 тысяч, это маловато. Но если доп, а если он просто квартиру взял хорошую? Ну, даже квартира стоит сейчас 3 тысячи, да? В месяц. Да, ну, легко, да. Вот, поэтому 3 умножить на 12, это уже половина денег ушла, а если ты зарабатываешь 100 тысяч, еще надо налоги заплатить, то есть тебе в карман мало остается, то есть 100 тысяч, это недостаточно, я считаю, если это жена и муж, один ребенок, это будет тяжеловато. А сколько бы надо? Так, было бы неплохо. А кто же здесь столько получает? Это все-таки, я бы сказал, что 180 тысяч на семью, это, я даже не знаю, там процентов 20 получают столько или нет? Ну, мне кажется, силиконовой долине 180 получает 80%. Ну, каждая собака. Не каждая собака, каждая образованная собака. Да, ну, хорошо, нет, просто есть много людей, которые меньше. Ну, на самом деле, вы правы, особенно те, которые работают в сервисной индустрии, например, в ресторанах, у них зарплаты очень низкие. А как же они вообще выживают? Они живут большими семьями в одном месте, совсем других районах. То есть, Америка вообще очень районная, да? То есть, район один, это одни цены, другой район, другие цены, другие люди. Поэтому они просто живут в других районах. При этом, они очень симпатичные люди. Да. Совершенно открытые, честные, хорошие, очень приятные, никак не влияют. Господи, как трудно жить, друзья. Ну, я скажу так, на 100 тысяч можно жить, и на 120 тоже можно жить. То есть, вы не будете при этом чувствовать себя хозяином в жизни. Да, ну, это комфортно. Да, но скорее всего, по сравнению с тем, где вы жили раньше, и как вы жили там, кроме того, никто же не говорит, что жена не должна вообще никогда работать. Вот, это большое дело. Правда же? Она может, например, даже находясь дома, там, если она с ребенком сидит, она может сидеть у соседа, ребеночка, и с ним подсиживать. И, в общем, это существенно изменит баланс. А женщины, роль женщины очень, я вижу, меняется, за последние 20 лет, как я живу здесь, больше и больше женщин идут работать, даже не потому, что финансовая необходимость, а потому, что чувство независимости, то, что ты какой-то, у тебя какой-то как пропуск, ну, как сказать, смысл жизни. А потом, если вдруг что-то случается, такой женщине гораздо легче, ну, войти в колею рабочую. У меня-то в школе таких довольно много, знаете, такие классные девчонки, вот, так лет 42, такие вот, ух, вот, и вот она в мужа, в семью, значит, она вкладывалась, там, мужик зарабатывает, она может там свои, там, 50-60 тысяч, ну, а что, когда он там 180 получает, вот она в семье. И, а потом смотришь там, поскольку она как-то не развивалась, и с ней уже не так интересно, а вроде уже и дети подросли, и смотришь там мужику, там, я не знаю, 46, и вот есть такая потрясающая, ей 32, и она, у нее карьера, и с ней так интересно, и она на велосипеде, и может везде, и следит за собой, и все такое, и все, и приходит нам, значит, учиться на тестирование программного обеспечения, в итоге, у вас не было такой мысли в свое время, там, в 98-м? У меня, кстати, была в 90-х, у меня были друзья, которые говорили, что есть такой партнер, школа, и они учат очень быстро и легко, и ты можешь сразу заработать хорошие деньги. У меня была такая мысль. и не позарились. Я не позарилась. Но надо было позариться, потому что было очень много, на самом деле, хороших отликов, и они хотели мне помочь выйти в эту систему. Но я чувствовала, что поскольку у меня такое образование в экономике, что же я буду делать в IT? На самом деле, если вы в 98-м об этом думали, то, в общем-то, конечно, это было незадолго, уже за пару лет до рецессии, до облома, вот этого обвала. А вот, возвращаясь к вашему бизнесу, это бизнес, как бы, там, ну, я не хочу сказать, сезонный, но цикличный. Очень сильно цикличный. Расскажите. Например, в 2008-м году рынок ценных бумаг упал на больше, чем 50%. То есть, если финансовый советчик зарабатывает деньги на основании количества денег, которых он, ну, управляет, то цифра упала на 50%. То есть, ты наполовину теряешь свой доход в тот определенный год. То есть, это очень тяжелая, ну, адаптация к таким. Волны существуют. В среднем 9-14 лет рынок ценных бумаг имеет подъемы и падения. То есть, вот мы ожидаем какой-то, вот, может быть, еще один. Вот такой момент. Меня, например, немножко, ну, как-то, я не знаю, внутренний дискомфорт я ощущаю от того, что у нас за последний, там, год, например, рынок ценных бумаг вырос, там, скажем, на 30%. Это после того, как он упал еще. Вот, там, на 10-12. Ну, и так, 30% мы за год выросли. Экономика выросла, на 2%. Два с половиной. Даже два с половиной. Дай им Бог здоровья, пусть будет два с половиной. Мало. Мало, не то слово. Значит, вот это, я понимаю, что там не должно быть прямого соответствия. Я понимаю, что они на свои прибыли выкупают свои акции, что повышает их стоимость, независимо от того, что тут и там. Но, ну, где-то за это платить придется, или что происходит? Это же пенсионные планы, это же вот люди, у них там растут, как бы, суммы на пенсионных планах, правда? Но растут за счет, вот, совершенно, как бы, внеэкономических таких, ну, процессов. Да, 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 я понимаю. Рынок, рынок ценных бумаг, мы всегда говорим, он нерациональный, на короткое время, но очень рациональный, на длинное время. То есть, что мы видим сейчас? Мы сейчас видим, что все цены на все ценные бумаги в Америке очень высокие, выше, чем, ну, разумные. То есть, если разумный человек приедет сюда и скажет, я бы хотел купить такую компанию, такую, такую, оказывается, что это все очень дорого. То есть, сейчас, если ты пойдешь в магазин покупать любой продукт, он будет тебе стоить на 20% дороже, чем он бы стоил в среднем за последние 30 лет. То есть, в принципе, рынок ценных бумаг дорог сейчас. Финансовый продукт. Финансовый продукт, они дорогие. Вопрос встает в том, будет ли он расти больше, до каких пределов, или будет какое-то определенное падение. Когда у нас такие... Или будет падение, а потом все равно будет. А потом опять подъем. Конечно. То есть, как и в недвижимости, то же самое. То есть, существует цикличность. Есть время, когда покупать очень выгодно, это зарабатываешь деньги быстро. Это был 2010 год и в Рилл Эстейт, и в 2011-е, были замечательные годы. Есть время, как в 2018 год, когда ты покупаешь какой-то финансовый продукт или даже недвижимость, ты понимаешь, что ты уже не заработаешь свои 10% годовых. Ты будешь зарабатывать только 4%. То есть, когда ты видишь, что все очень дорого, твои ожидания на заработок снижаются. То есть, грубо говоря, так, если ты хочешь сегодня купить дом на спекуляцию, то, может быть, ты и не прав. Но, если ты хочешь купить дом и прожить в нем 20-30 лет, то это не имеет значения. Надо брать и все. Абсолютно верно. Даже не 20 лет. Я считаю, что где-то 10-12 лет это цифра, где ты, в принципе, не потеряешь деньги. Но если ты купил дом и продал его 44 года и ты купил его сегодня, очень высокий шанс, что ты продашь его за меньше, чем купил на данный момент. А если купил 5 лет назад, то уже удвоилось. И, может быть, оно так и неплохо. Абсолютно верно. В зависимости, когда покупаешь. Вот с точки зрения стоимости недвижимости. И часто говорят, что он не стоит своих денег. При этом рынок такой, что стоит. И вот, сколько этот дом 2 миллиона? Он больше 300 тысяч не стоит. Иди возьми за 300 и продай тут же за 2. И все. Но вопрос в чем? Мы имеем перед собой какую-то аномалию сегодня. Вы сказали, что вот это вот так ходит и вроде там все как бы дороже. Если смотреть на дом, как на финансовый, так сказать, продукт, что в общем тоже правда. Что как бы там 20% он выше, чем за последние, я не знаю что. Но все-таки, вот сегодня есть смысл что-то такое покупать? Или мы говорим, ну, ребята, вот с точки зрения, как вы видите, как планировщик, может быть мы там через год, через два лучше подождать? Держите бабки? Очень, очень хороший. Мне нравится ваш вопрос. Там он многогранный. Значит, во-первых, с точки зрения аномалии. Я не вижу такой прямой аномалии, как это было в 2008 году, где был каждый, кто там дышал на зеркало, мог получить заем и купить дом за миллион долларов. То есть аномалии такой нет. Это было безумие. Это было безумие. Это было безумие. Это было безумие. Единственное, что у нас сейчас недостаток очень большой в Америке, то, что у нас очень большой долг перед всем миром. То есть у нас очень большие заемы, которые мы делали. Все остальное под контролем. Проценты под моргиджи, инфляция, все это под контролем. К тому же мы сейчас получили новую налоговую реформу, которая должна стимулировать бизнес. То есть в принципе аномалии я не вижу. Я извиняюсь, а куда же его стимулировать, если у нас нанимать некого? Безработица практически нулевая. Нет, по ненуне, да. Значит, мы идем прямым ходом в инфляцию, потому что мы должны платить больше за ту же самую работу. Соответственно, мы должны это больше вложить в цену товара. Соответственно, мы имеем инфляцию. Соответственно, в отношении внешних долгов. Это замечательно, мы теперь меньше долгов. Да, потому что мы инфлируем свои долги. Я думаю, они не боятся долго там вот там, потому что они в любой секунд сделают там 15% инфляцию и транс же хочет инфляции, он возмущается. Сейчас вот, кстати, инфляция пошла наверх. И инфляция для кого, как мать родная? Скажем, если у тебя недвижимости много, вот на миллиарды, да, вот эти вот, которые нынче в Белом доме, у них на миллиарды? Значит, если я должен миллиард банку и 10% инфляции, так я должен только 900. Практически, да, ничего. 900 миллионов, 100 миллионов сэкономились? Они дико хотят этой инфляции. Ну, не все, но многие. Это чудо, что мы столько лет, вот, практически, да? Практически не было инфляции. То есть ситуация может поменяться. На самом деле... Мы по краюшку ходим. Мы по краюшку ходим однозначно. Ответить на ваш вопрос, стоит ли подождать с покупкой? Похоже, все, что вот куда все это идет, что покупать дом сейчас и ожидать, что он вырастет в цене, и ты сделаешь хорошую покупку, я думаю, это идея, можно ее... То есть не наварить. Не наварить, ты не наваришь. То есть если есть наличные, я думаю, что лучше всего подержать и посмотреть. Хотя бы год-другой. Какая инфляция будет, какие проценты? Ну, не то, что там золотишко-серебришко, нет? Золотишко-серебришко? Да. Ну, вот как бы, знаете, защищает от инфляции. Ну, золотишко-серебришко, мы тоже про него подумывали в этом году. В принципе, коммандитис, это все, что... Как сказать? Как это будет по-русски? То все, что коммандитис, это вот серебро, золото, металлы... Это и хлеб, и молоко. То есть все это, на самом деле, последние пять лет, мы его называем, оно было как underdog. Это то, что во время войны, на чем все бабки делают. Да. Так вот это сейчас начало расти в цене. Вдруг. Коммандитис пошли, да? Да. И золото пошло? И золото. Ну, золото как часть коммандитис. То есть вот на это надо обратить внимание. Почему последние пять лет абсолютно оно не приносило денег никому? И вдруг сейчас, в этом году, первый год, когда все начало подниматься. Значит, люди боятся рисков? Плюс, коммандитис, это инфляция. То есть коммандитис, раз, второе, все страны, как Индия, Китай, они, демографик, у них демографический рост намного выше американского, и поэтому спрос выше, и поэтому рост экономики выше. Чем больше спрос и рост в этих странах, тем больше они потребляют вот эти вот материалы. Да. Чем больше они потребляют материалы, тем выше цена на материалы. То есть в принципе материалы надо смотреть на эти инвестиции тоже. Ну что же, друзья, в общем, как это называется, несите ваши денежки, иначе быть беде. Так, не прячьте, как, не прячьте ваши денежки по банкам и углам. Вот, а иногда бывает, что в банке даже и надежнее. Так тоже. Бывает? Банки, настоящие банки. Банки. Давайте, вот что сделаем. Значит, ребята будут вопросы задавать, потому что у нас тема интересная. Вы тогда не сочтите, за труд там, может быть, ответить. Ну да, кроме того, у них будет ваш адрес, там, если вопрос какой-то, пусть напрямую пишут, там, и так далее. Спасибо, я буду рада ответить, конечно. Спасибо большое за интервью и за время. Ладно, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок